Всем большой привет! Сегодня вторник, 25 августа, и у нас для вас готово очередной выпуск игровых новостей. Project Cars 3 обещал стать одним из главных, если не главным гоночным симулятором года. И вот, накануне выхода, игра начинает получать первые оценки, судя по которым, можно сказать, что, несмотря на большие отличия и желание пустить франшизу немножко по другим рельсам, в среднем, на данный момент третья часть зарабатывает те же 80 баллов, какие получали и предыдущие две, плюс-минус несколько единиц. Правда, есть нюансы. Например, если минимальная оценка второй части составила 60, то часть номер 3 сходу отхватила от издания Stevival целых 35 баллов, максимально при этом составила 90. Ну, что же там такого плохого, за что игре влепили отрицательную оценку? Недовольный пишет об ужасной физике управления машинами, о скучном режиме карьеры, о медлительных ботах, которые, тем не менее, жульничают, неестественно, ускоряясь, когда захотят. Пишут о не самой качественной графике, взятых из прошлых частей трассах, неудобном интерфейсе, похожем на интерфейс мобильной игры, и о неудачной попытке скопировать некоторые элементы из Forza Horizon. Те же, кто остались игрой довольны, пишут, что новая модель управления обеспечивает фантастический контроль автомобилей, что режим карьеры претерпел большие изменения и стал гораздо интереснее, что каждая машина ощущается по-разному, и что игра стала куда более доступной для новичков за счёт серии приятных компромиссов. Некоторые из создателей игр на политические темы постоянно придумывают себе проблемы. В частности, Activision, чья Call of Duty частенько влипает в неприятности. К примеру, прошлую часть этого шутер-сериала заблокировали в российском сегменте PlayStation, а новую Black Ops Cold War, судя по всему, забонят в Китае. И это будет гораздо круче. Потеря рынка Поднебесной Империи, где живёт почти полтора миллиарда геймеров, это очень и очень серьёзно. Это ещё не наверняка, но очень вероятно. Дело в том, что трейлер данной игры заблокировали в Китае. Как сообщает Charlie Intel, в трейлере этого шутера мелькнул секундный кадр подавления государственного переворота в Китае 1989-го. Этого было достаточно, чтобы бдительная китайская цензура отреагировала. Именно поэтому мы и предполагаем, что игра точно не пройдёт там аттестацию, если только для Китая не предложат какую-нибудь особенную версию. Как разумно предполагает издание GameRant, видимо, это не последняя блокировка данной игры каким-то государством. И мы даже можем предположить, какое именно государство там ещё имеют в виду. Примечательно, что Call of Duty Warzone в Китае выступила довольно неплохо, и в Activision наверняка стоит задуматься, ибо как бы за баном новой Black Ops не последовал бан всей продукции этой компании. Если вы играли в Microsoft Flight Simulator, и вам кажется, что вы далеки от того, чтобы показать класс, какой показали бы настоящие профессиональные пилоты, то вы сможете поменять свою точку зрения после того, как увидите, как управляется с игрой некто Ник – пилот-ветеран, пролетавший на Boeing 787 больше 17 лет. В появившемся в сети видео на канале Aviator Den пилот Ник подробно рассказывает о работе каждого прибора на панели управления. Взлетает, немного летает, а потом приземляется. Именно с последним упражнением у него возникли проблемы. Оба раза пилот, как он сам сказал, осуществлял довольно небрежную посадку, которая в реальной жизни стала бы настоящим происшествием в работе аэропорта, и в жизни каждого из пассажиров. Ник посетовал на то, что в игре отсутствуют некоторые способы настройки поведения самолёта, значительно облегчающие жизнь пилотам, из-за чего, собственно, ему пришлось осуществлять посадку вручную. Но, в целом, конечно, приглашённый специалист отметил великолепную графику и высокую правдоподобность игры, которая метко подчеркнула многие аспекты реального управления Boeing. Очень может быть так, что вслед за новым поколением больших консолей подъедет новое поколение консолей маленьких, точнее консоли, которая может оказаться не такой уж маленькой. Речь идёт о Nintendo Switch 2, которая, как утверждает ряд авторитетных источников, выйдет уже в следующем году, а её внутренняя начинка позволит запускать игры с разрешением 4K. Первым об этом сообщило тайваньское издание Economic Daily News, а теперь вот данную информацию подтвердило агентство Bloomberg. Тайваньские журналисты при этом упоминают некий улучшенный дисплей и некие интерактивные элементы, возможно, связанные с контроллером, ну или виртуальной реальностью. Ну и да, заметное замедление потока новых релизов случилось потому, что начальство Nintendo хочет приберечь будущие игры под выход новой версии Switch, производство которой начнётся когда-то в следующем году. Британское издание Eurogamer опубликовало материал, посвящённый, как указал сам автор, коррупции в FIFA. Не той, которая организация, а той, которая – футбольный симулятор. Причиной стал давно известной своей несправедливостью метод определения общего балла футболистам. Общий балл в FIFA складывается из набора характеристик – физических, технических и ментальных. По какой-то внутренней таблице в Electronic Arts суммируют все баллы и назначают карточки с игроком общий рейтинг. Героем этой истории стал нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер, чей рейтинг, 86, совсем не соответствует его индивидуальным данным с общим баллом 2134. Рейтинг слишком высок для столь низкого балла. К примеру, защитник той же Баварии Йозуа Киммих также имеет рейтинг 86, но сумма всех его показателей гораздо выше – 2266, и реальный рейтинг Мюллера должен быть гораздо ниже, в районе 80. В чём же дело? Как сообщил Майкл Меринг, сотрудник EA, отвечающий за систему разведки, у Мюллера нет ни скорости, ни удара, ни силы, ни паса, но, тем не менее, он часто забивает. Причина – умение выбрать позицию, в этом он силён. Но, как законно пишет Еврогеймер, получается накладка, поскольку позицию и поведение футболиста у FIFA выбирает игрок. Поэтому разработчикам нужно сделать так, чтобы игроки с высокими ментальными показателями, к коим и относится выбор позиции на поле, умели приносить пользу сами по себе, не будучи под прямым управлением, чего FIFA 21, конечно же, не будет. В противном случае, получается самая настоящая коррупция с накруткой липового рейтинга там, где его нет. Интересно, чем ответит на это Electronic Arts, и ответит ли вообще. Знаменитый дизайнер Дэвид Брэвик, много лет проработавший в Blizzard, заставший как раз ту самую золотую эпоху, когда метелица творила только хиты, по случаю недавнего 20-летнего юбилея Diablo 2 вспомнил, как создавалась та игра. Он начал с того, что первая часть Diablo, которую не делали 4 месяца, разрабатывалась в невыносимых условиях. Переработки были настолько крутыми, что потом, после релиза, они отбросили на много месяцев любые мысли о том, чтобы взяться за продолжение. Но затем, когда люди отдохнули, было решено засесть за Diablo 2, ничего не изменилось. Условия труда оставались такими же ужасными. Несмотря на то, что начальство расширило штат сотрудников с 20 программистов до 40, им так и не удалось воплотить задуманное. К примеру, мистер Брэвик вспоминает, что в Diablo 2 планировалась полноценная сетевая экономика, где игроки могли бы торговать друг с другом предметами, чего, к сожалению, реализовать не удалось. Ну, а дальше были рабочие дни по 12 часов, и все вытекающие оттуда проблемы. «Это было плохое решение. Я его не рекомендую. Это мне дорого обошлось. Это дорого обошлось всем нам. Мы осуществили задуманное, но при этом мы сломались». По 12 часов в день они работали с конца апреля 1999-го по конец июня 2000-го, когда и случился релиз. «Мы заказывали еду в офис, давали людям спальные мешки и зубные щётки. Мы так много работали в конце этого проекта, но затем поняли, что у нас ничего не получится». В Diablo 2 должно было быть гораздо больше классов, больше навыков, больше разрешения, лучшая анимация и полное отсутствие экранов загрузки. Но ничего не вышло. А после окончания проекта отпуск мистера Брэвика составил всего 3 дня. После тизера The Lord of the Rings Gollum один из создателей игры раскрыл новые подробности, в соответствии с которыми представление о данном проекте может некоторым образом поменяться. Если раньше мы рассматривали Gollum как вариацию на тему игры под названием Sticks Master of Shadows, то, по мнению разработчика, Gollum будет больше похожа на Принца Персии. Главный дизайнер проекта, Майкл Уилкс, поведал на этот счёт следующее. «Если вы хотите сравнить эту игру, то вы можете думать о ней, как о Принце Персии. По большей части это не боевой геймплей, но при этом Gollum может незаметно атаковать врагов. Однако это будет непросто, и всегда будет сопряжено с большим риском. Мы хотим, чтобы игроки внимательно обдумывали эти ситуации. В конце концов, сила Gollum состоит в сообразительности, а не в боевых навыках». Также он добавил, что они очень внимательно изучили вселенную Толкина и используют лишь небольшую творческую свободу, в основном придерживаясь строгих канонов. «Толкин не описывает историю Gollum до тех пор, пока тот не появится в книге во всех подробностях». Таким образом, мы черпали информацию из маленьких заметок или от сторонних персонажей типа Гэндальфа. Ну и да, раздвоенная личность Gollum отразится в системе морали, которая также будет раздвоенной, и в зависимости от выбора игрока, со временем одна из личностей начнёт доминировать над персонажем. Внутренние диалоги между этими личностями также будут присутствовать, и игрокам придётся принимать в них участие. Продолжаем наблюдать конфликт между Epic и Apple, который дошёл до суда, где стороны обменялись чувствительными ударами. Судья сходу заявил, что компании могут судиться, но это не должно наносить вред третьим лицам, поэтому он отказал каждой из сторон в их главных требованиях. Epic Games было отказано в требовании вернуть Fortnite в App Store немедленно, а Apple запретили удалять инструменты разработчиков для Unreal Engine, поскольку это нарушит права сторонних граждан. Отдельно стоит отметить, что юристы Apple теперь уже официально заявили в суде, что глава Epic Games, Тим Суини, требовала у них эксклюзивных условий, вместо стандартных 30% комиссий. Юристы Epic в ответ заявили, что ничего такого не было. Кроме того, выяснилось, что инженеры Epic тайно установили в мобильную версию Fortnite механику осуществления внутриигровых продаж напрямую, без привлечения Apple, и, следовательно, без уплаты комиссионных. Яблочники заявили, что в Epic прекрасно знали, что мошенничество будет обнаружено, и к каким последствиям это приведёт. В этой связи Epic, по мнению Apple, должна рассматриваться, как компания-мошенник, не имеющая права требовать в суде справедливой защиты. Ну, а теперь Blitz-новости. Тем, кто следит за ремейком Mafia, сообщаем, что на Gamescom 27 августа покажут новый трейлер этого экшена, который окажется не простым, а сюжетным. Отдельной его ценностью будет демонстрация нарезки видео-вставок, которые фанаты смогут сравнить с видео-вставками оригинала. На Metacritic появились оценки ритм-экшена No Straight Roads, которые оказались неоднозначными. Максимальная оценка 100, минимальная 40, общий балл 70. Те, кому игра понравилась, отметили отличный дизайн и интересный геймплей. Те, кому игра не понравилась, отметили ужасный дизайн и скучный геймплей. В общем, сколько людей, столько и мне ей. Ну, и в сети появилось занятное видео, чей автор показал, как одержал победу в ГУЛАГе Modern Warfare, используя в качестве контроллера ударную установку. Получилось интересно. Парня хвалим, а его соседей жалеем, ибо когда он лупит по тарелке, чтобы произвести выстрел, получается довольно громко. Это были все самые актуальные, интересные и не очень игровые новости на текущий момент. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.